Погнали! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня, в эту субботу, мы также проводим стрим, на котором мы говорим про апдейт нашего пэт-проекта, конечно, в большей части пэт-проекта Александра, который мы показали на предыдущем стриме. И еще расскажем про парочку фишек. Я покажу, как можно сделать материал с движущимися объектами. В данном случае нам необходима сфера для звезд, звездных созвездий, для галактик. Я покажу это на примере облаков. Ну и небольшую наработку по галактикам. Александр, что вы сегодня будете рассказывать? Да, я тоже. Всем привет. Привет всем педологам субботним. Здравствуйте, Дмитрий. Наш пэт-проект... Еще раз, давай, кратенько, что это. Это игра слэш-экспириенс для гарнитуры квест-3, автономная, то бишь на платформу андроид. Она про космос, и основная идея ее в том, что игрок свою комнату превращает в космический корабль, который он потом управляет и летает, развлекается. Вот, что я успел сделать за эту неделю. На самом деле, преступно мало, я считаю. Было много работы. Но мало да удало. Потому что штуки, которые я успел прикрутить, они достаточно фундаментальные, так сказать. То есть они были подключены вовремя, позже было бы уже сложно все переделывать под это. Что, с этого начнем, да? Давай я сразу к этому перейду. Да, да, конечно, давайте. А о каких именно фундаментальных вещах идет речь? Итак, ба-бах, транзишн. Я применил систему, которая теоретически, ну, по моим, так сказать, эмпирическим наблюдениям, да, эмпирическим опытом было установлено, что это работает. Короче, я удалил из сцены весь свет, кроме HDR-ку оставил. Но она не перезаписывается, не real-time, а чисто светит из ассета. Зачем это? Да-да-да, в сцене сейчас вообще нету света, но, как мы можем видеть, есть эффект светотени на объектах, да, то есть у нас подразумевается, что вот эта штука – это солнышко, и поэтому объекты подсвечены с той стороны, где находится этот объект, да, и они затемены с противоположной стороны. Этот эффект достигнут исключительно материалом, да, и работой с шейвером. Вот. Учитывая, что целевая платформа Android, ограничение по динамическим, ну, в принципе, да, источникам света, то есть сам у меня источник света не будет динамическим, но объекты, да, в перспективе они будут динамическими. Поэтому запекать свет бы не получилось все равно, да, то есть пришлось бы дорого вычислять для каждого меша эту историю, да. А таким образом мы избавляемся от источников света, и просто все объекты, которые нам нужны, подсвечиваем с помощью материала. Я применил это к астероидам, и пока что еще к видимой для игрока внешней части корабля. Сейчас сделаем билд прямо в реал-тайме. Так. Так. Так, да, да. Да, Андрей. Далее. Папочку. Пошло собираться. Давайте пока собираться. Переключимся. Значит, да, подкручил это к внешней видимой части корабля. Просто как проверить, насколько этот эффект убедителен, да, и по сравнению с обычным освещением. И, ну, я бы даже сказал, что в контексте VR-приложения на Android, ну, AR-приложения на Android, ну, не суть, так даже лучше выглядит, потому что у меня есть больше контроля на конкретном материале, что именно будет происходить, когда на объект падает тень. И фактически я не просто, ну, типа, мультиплаю, да, здесь. Ну, точнее, здесь, как раз я просто мультиплаю саму себя, да, текстуру на какую-то там константу тени и умножаю в свету чуть-чуть. Но в корабле там похитрее, да, потому что сам материал там металлик, и у него вообще своя, ну, как бы, манера поведения, когда отсутствует свет, тем более. И поэтому я там играюсь не только с яркостью бейс-колора, да, я там еще и в эмиссив подмешиваю чуть-чуть, и металлик чуть уменьшаю на свету. Ну, короче, там похитрее. И эти манипуляции как раз, ну, было бы сложно это делать для конкретного объекта, ну, типа, без такого инструментария. Ну, вообще, когда я даже сказал, как бы ты это делал для отдельного объекта по-другому, ну, прикинь, еще на Android. Ну, типа, да. То есть, получается, ты можешь каждому объекту давать текстуру, ну, или вид, да, придавать такой вид, который ты можешь индивидуально настраивать под любой инстанс. То есть, эта штука работает не глобально, а... Да, в контексте светотени. Ну, короче, у меня такая история. Смотри, банально. Я когда все это начал, да, гонять, это же все равно, да, по сути, это все proof of concept. Пока что это нельзя назвать чем-то большим. Опять же, да, я в прошлый раз говорил, но повторюсь. То есть, типа, это proof of concept, который, надеюсь, станет чем-то больше. Но не больше, простите, за такую речь. Так, короче, я просто кинул Direction Light, да. Ну, типа, мы в космосе, логично. Direction Light и все, и погнали. Но проблема в том, что он влиял и на внутренний, ну, на интерьер корабля, типа, пробивая сквозь потолок, пол, стены. А поскольку... О, хороший звук, все собралось без ошибочек. Сейчас попробую, извините, я не очень хорош в таких распараллели в них. Попробую накатывать билд и продолжить разговор. Короче, поскольку геометрия корабля у меня процедурно спаунится, мне достаточно сложно следить за тем, чтобы в ней не было дырок, в которые бы не попадало лишнее солнце. И плюс, поскольку я пока ничего не делал с отражениями, да, и у меня нет никаких reflection, capture'ов и все того такого, да, то у меня металлик тоже неадекватно себя вел и отражал солнце, хотя не должен был, потому что находится, типа, в помещении и нету, ну, прямого контакта, да, типа, не видит солнце. А сейчас этого нет, потому что у меня, по сути, все, что в интерьере, оно фейково освещено Unlit'ом, и, ну, учитывая общую стилистику графическую, я считаю, что выглядит прилично. Кстати, вот в этом билде я еще говырял стекло, и я не уверен, что это хорошо будет выглядеть. Совсем не уверен. Даже не уверен, что оно будет прозрачным, простите. Но вот такая живая история. Так. Отлично. Сейчас мы это и проверим. Так вот, внешняя часть корабля, на которой тот же самый фейковый свет, пока что источник света захардкожен просто вектором, но я планирую подрубить его через global parameter collection, или как он там, ну, да. И крутить, ну, у меня же, по сути, один глобальный источник света. Ну, типа, я потом еще приделаю фару, правлю, и заведу еще один динамический, который будет туда орать. Вот, все. Теперь, короче, я молча показываю. Окей. Есть второе окошко. Здесь у меня нет прикольных. Короче, ладно, давайте все, пока не стоит. Сейчас добавляются специальные держалки для приборов, да? Да-да-да, но пока они ничего не делают, пойти. Ну, Александр, в левой руке, собственно, пушка, которая управляет кораблем, а в правой руке мы видим радар, внизу он подсвечивается, да, и если прямо присмотреться, то там можно видеть маленькую модель корабля. Она показывает, в какую сторону он сейчас летит. Ну, а в окнах мы наблюдаем астероиды, которые нужно облетать. Радар улетел. Радар улетел. Видим, что корабль огромный, да, поэтому движения все достаточно плавные. Такой доводкой, с небольшой инерцией, да, и плюс, чтобы не укачивал, потому что во всяких там флайт-симуляторах это достаточно большая проблема, что ты берешь, делаешь какой-то крен, делаешь какой-то, я не знаю, пуляк или любую другую лучшую фигуру пилотажа, и обнаруживаешь себя в состоянии близкому к тошноте. Даже сидя на диване, а если стоять, то можно и куда-нибудь упасть, подпинуться. Александр, давайте проведем небольшой краш-тест, что будет, если залететь в астероид? Видишь? И астероид появляется внутри корабля. Ну, собственно, мы внутри астероида. Ну, здорово. О, новый радар. Да, это сейчас что-то говорят. О, радар, отлично. А то ты уже куда-то в космос улетел, да? Да, в теле волыны за калиброванную зону я не могу найти. Давай, ладно. Окей. Так, вообще обалдеть. Меня сильно впечатлил момент с врезанием астероида. Скажите, пожалуйста, как это будет обыграно в дальнейшем? Просто you died или что-то в этом роде? Слушай, ну, я, если честно, особо не думал. Короче, очевидно, что есть два пути решения этой проблемы. Давай убедимся, что меня будет нормально слышно. Итак, так, давай пока у нас трепательная часть, сюда приемся. Так вот, что будет, когда мы вырезаемся в астероид? Короче, точно я бы не хотел резкой остановки, потому что это... Короче, вот сейчас даже я летел, я пока что очень примерно оттюнил максимальную скорость, и есть опасение, что будет жестко укачивать. То есть у меня сейчас достаточно большие окна получились, и угол обзора был достаточно большой. То есть у вас в трансляции не очень это отображает, насколько это широкий угол, да? И думаю, что, короче, первое решение, да, это автоматически определять, что у нас по вектору находится астероид, и экстренно делать, типа, замедление, когда, бля, да, там с какими-нибудь эффектами. Типа, мэм-мэм, там, астероид, ахэт, и все такое. Что суперказуально, я считаю, и, ну, не знаю, не очень. Короче, я думал еще, что можно просто, ну, некий дубль делать этих, да, методов. То есть как бы корабль начинает тормозить, да, но без своего вмешательства сам не остановится достаточно. То есть он жестко замедлится, а дальше протаранит астероид. То есть астероид на более мелкий рассыпается с эффектами, а мы получаем порцию нога. Как насчет того, чтобы сделать анимированную огромную кнопку, которая будет вылезать out of nowhere, ну, из приборной панели, и там будет написано «активировать force field». И ты такой должен успеть ее бахнуть за 3 секунды, и у тебя начинает прорисовываться худ этого защитного поля. И если астероид попадает в это защитное поле, он вот так не агарой, короче, взрывается, разрывается. Круто, круто. Ну, мы на андроиде, ты там не увлекайся. Ну, типа VR-андроид. Точнее, даже AR-андроид. Помнишь, я говорил, что... Видел, не помню, где-то в документации, короче, было упомянуто, что если ты работаешь с квизником, то у тебя, типа, 20% гпухи режется. Минус, да-да-да, минус. Ну, или даже не 20%, по-моему, там даже, может, больше, 40, что ли. Ну, там, короче, что-то, я помню, прям расстроился. Ну, конечно, что видос этот прям загоняется. Там не просто видос, там прикол в том, что он же лидаром строит примерное пространство и на него натягивает видос. То есть это не просто 3D-картинка, которая, типа, левый-правый глаз шлет. Она еще врапается, ну, как по Z, типа, как стерео-видео, короче, раскладывается. Понял. Это все нужно, чтобы меньше укачивало. Это как раз, я думаю, там было видно на трансляции, что когда я там руками проводил, или типа того, там из пространства такими волнами шло, такой шлейф оставался из искажений. Это как раз реконструкция. Вот это она не очень точная. И вокруг тонких объектов очень так она делает. Понял, понял. Так я это объяснил. Я айтишник сейчас. Волновой эффект, нормально. Да. Окей. Второй вопрос, который у меня возник. Так, подожди, стоп. Первый вопрос был про врезание, да? Второй вопрос был про радар. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про вот эту штучку. Давайте расскажу и покажу. Отлично. Так, сейчас. Его судьба ближайшая такая. Я что-то на него недавно посмотрел, и как это такое, думаю, надо еще покрутить. Секунду, запускаю. Макс. Я ему переделал визуал, и от этого, пока переделал визуал, придумал еще себе проблем. Итак. Когда не стыдно сетку показывать. Ну, разве что здесь бы я еще нарезал. Ну, ладно. Давай посмотрим. Короче, цвет этот не отображает действительность. Это просто материал-айдея разный так подцветил, и развернутую часть кинул чекерборд, чтобы увидеть, что она нормально развернута. Поэтому не будем на это ориентироваться. Короче. Радар. Версия 2. Короче, подразумевается, что он сам будет чуть-чуть меньше, как прибор, чем, ну, именно вот сам радиус этой тарелки. То есть, если вглядеться, да, и кто-то видел. Ну, ты видел. Это главное. Вот этот диск, да, который был в первой тестовой версии. Он сам будет, короче, чуть меньше, но корабль этот сильно больше, прям сильно больше по отношению к нему. Из-за этого будет его гораздо лучше видно. Так, дальше. Вот эта стрелочка сама стала меньше, потому что, ну, короче, как-то она не читалась с направления, а пусть лучше будет точку напоминать. Я давал на нее эти рога, не знаю, как это будет смотреться, если что, их отрежу нафиг. Короче, идея такая, что если ты смотришь с... Ну, если она к тебе жепой, да, или лицом, ну, чтобы ты мог считать это быстро, краем глаза. То есть я хочу сделать, чтобы с этой стороны она чуть-чуть, ну, она отличалась, чем с этой стороны. То есть когда она будет показывать, ну, сейчас давай, ради эксперимента. Главное, боже, не сохранить это. Я потом с ума сойду и не понимаю, что происходит. У меня на это столько кода завязано. На ротейшн нажали? Да-да-да. Нормально. Ну, ладно, это дочка у нее, у нее есть хвость, смотри. Тут, на самом деле, Рик. Это скелетал меш, понял. Все, не так просто. Ой. Так. Так вот, короче, когда стрелочка будет показывать куда-нибудь сюда, да, чтобы мы легко это считывали. Сейчас давай, навалим. Ну, вот, когда появляется... Короче, в VR это гораздо лучше работает, очевидно, потому что у нас ощущение глубины работает. И мы понимаем, что этот объект перед нами, а этот за ним. То есть, когда в 2D смотришь, там, нюансы, да, там уже нужно светоть тени, воздушные дни впереди, и тут нет. И это замечательно. Короче, дальше. Две идеи следующие. Первое. Начнем с первой, да. Короче, я придумал пока еще это все в стадии обдумывания, да. То есть, вопрос не в том, как сделать. Ой, я не знаю, как написать. Нет. Я знаю, как написать. Я не знаю, пока что написать. Надо хорошо это продумать. Короче, пока что здесь не было ни одной, в этом приложении нету ни одного рычага, да, то есть, типа взаимодействия с объектом, как рычаг. И вот у меня, короче, большая дилемма. потому что в контексте космического корабля и управления им это очень важная деталь. Но, поскольку у нас в руках контроллеры и мы не чувствуем веса, это немножко рушит иммерсию. Особенно, если учесть, что пока что мне удается делать так, чтобы, ну, типа, у нас твоя реальная комната, да, здесь. Oculus сканирует поверхности стола и там всякие шкафы, и они будут перекрывать, да, эти окна и все объекты. Ну, то есть, короче, пока что уровень иммерсии, ну, типа, большой, и мне не хочется прям с лету его нарушать, если делать, как стандартно это делается, когда у тебя рука примагничивается к рычагу, да? У нас же тем более работают камеры в сквознях, и ты понимаешь, что ты в этот момент увидишь свою руку с контроллером, а не перчатку вот эту. И, ну, мне кажется, немножко теряется так понтовость, ну, иммерсивность страдает. И поэтому я думаю, что, короче, знаешь, как, условно говоря, типа, сделать какой-то универсальный интерфейс, который как бы есть на перчатке. Типа, что ты какая-то магнитная история, что ты как бы гребаешь, но как бы в магнитном поле, и поэтому люфт допускается. Понимаешь идею? То есть не перчаткой притягивается к объекту, не объект не может притянуться к перчатке, а просто как бы объект стремится на ближайшую точку к перчатке, но обыграно это типа магнитным полем, чтобы создать, ну, чтобы не нарушать иммерсию, иммерсивность, потому что в этот момент я могу еще контроллером, да, завибрировать и, ну, какой-то сделать там, там, на перчатке что-нибудь нарисуем. Ну, ты понял, да, идея? То есть это будет оправданно геймдизайнерски. Вот. Так вот, короче, какой рычаг я сюда хочу? Ну, то есть, понятно, что можно всегда натыкать просто кнопок, Но это немного не тот уровень контроля Который я хочу Потому что было бы прикольно сделать коробку передач На этой хрени, как на старом Кразе Как в том фильме Не видел, где коробка передач На Кразе называется Где-то минут 10 просто ругается Не может переключить передачу Да, он такой Я такой, да? Ну ладно, не буду цитировать Короче, мне хочется Некий такой ретро-налет в эту историю добавить Не знаю, объясните Как ретро-футуризм Прям чуть-чуть Не педалировать этим Прям, ну пусть так Да, да, мы живем в комнату Соответственно Да, то есть Тоже комната хай-тек Или с бабушкиным ремонтом Ну да, это было бы странно А так, типа, даже в хай-теке Вот такой ретро-хай-тек Он будет неплохо смотреться Ну, мне так кажется У меня-то совсем не хай-тек-то идет Естественно, еще сработало бы Наверное, прям в убер-реализм удариться Чтобы техника выглядела прям супер-реалистично Но, увы, да Меня хочется это сделать автономно на Android Чтобы не нужно было никаких компьютеров с собой носить И все такое, да Поэтому Мы весьма грязные возможности Обычно Ну, теоретически, наверное, можно было бы добиться Какого-то прямо около футорильного эффекта Посмотрим Я думаю, что сначала лучше сделать это Чтобы это было весело А потом, если останется запас, да По производительности То можно будет поднавалить где-нибудь Пока лишь бы это вообще работало Я говорю, все равно, скорее всего Это придется на частовую переписывать, переделывать С учетом всех новых факторов Которые появились, пока оно создавалось То есть, типа, у меня на все, за что я берусь Есть какой-то план, как это делать И я уверен, что в процентах типов Ну, как минимум 50 Это идет вообще все не по плану И приходится изобретать на лету Но со временем, разумеется Этот процент, он меньше становится Я считаю, это и есть опыт Так, короче Что я хотел еще добавить Смотри Думаю, что Ну, конечно, она не такая длинная Это из-за этого не очень Это все Это как, скорее, как такая должна быть То есть, она не ладошкой хватается, как сковородка А пальцами, как ручкой громкости, типа, скорее Так вот, короче, я подумал, что еще было бы круто Сделать автомотивированный режим Когда, например, если у нас угроза Какая-то цель на радаре Короче, даже это будет касаться Многих целей на радаре Допустим, там, три астероида где-то вокруг нас Я, короче, беру их всех, да И их позиции между собой интерполирую Ну, точнее, ну, типа, короче, я беру между ними центральную точку Грубо говоря Потом я эту точку еще буду смещать к Ну, короче, я возьму все их дистанции, да До этих объектов И пропорционально эту точку подвину То есть, получится, что чем объект ближе, тем сильнее точка от центра к нему смещена И эту точку можно взять, короче, за основу для автоматического поворота вот этой истории вокруг оси То есть, условно, ты понял, что она будет здесь? Типа автопилота, чтобы он немножко избегал, да? Ну, не автопилота Что у тебя объект слева будет чуть к центру Ну, то есть, она повернется, короче, понял? И объект слева будет лучше видно Получается такая динамическая камера Да, 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 да И она автоматически летает И вот этот вектор скорости, он автоматически под него тоже подпрыгивает Нюанс, короче, только в том, что вниз-вверх мы будем изображать просто, ну, типа, текстурой, да, вот этой ее панорамой Это у нас 3D-история Как будто бы хотелось бы в таком случае еще вниз-вверх эту историю крутить Ну, вот по вот этой оси Ой, извините По вот этой оси Ролл уж бог с ним нафиг не нужен А вот сюда бы было прикольно еще повернуться Ну, да Эти нырки Уходы от препятствий вверх-вниз Придумаем Куда-нибудь сюда присобачим Ну, да Здорово, здорово Ну, вот этот авторежим, это прикольно Это и пописать прикольно Не уверен пока, типа, как лучше сделать Как лучше сделать Вот эту всю историю То есть я думаю, что Плохая затея рисовать это через Рендер-таргеты Это точно шляпа Ну, то есть У Окулса мало мощности для такого Они сильно ожрут эти рендер-таргеты Да Ну, то есть какие-нибудь там на радаре Ну, вот у меня в этой сцене Сколько у меня тут астероидов Я думаю, что для начала можно Знаете, типа, просто зеленые точки пускать А дальше какая-то суперупрощенная Да, суперупрощенная геометрия серии Ну, как на реальных радарах Там же просто зеленые точки Да Просто размером А с другой стороны Я сегодня тебе и вчера уже показывал код Который можно было бы использовать Вот